Армии для продвижения военной науки, и не только военной, науки, связанной с созданием нового оружия. Что вообще сделано за последнее время для того, чтобы наша армия была действительно современной во всех смыслах этого слова? Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, но когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальные меры, была принята большая программа по реформе нашей армии. Если вы помните, то на одной из очень трагических встреч нашего верховного главнокомандующего с моряками после трагедии с подводной лодкой, он сказал, что я вот здесь, с этой трибуны, вам обещаю, что я сделаю все, что в моих силах, чтобы наша армия была современной и была другой. Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности на 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира. В современности, я имею в виду, это очень высокие показатели. Если говорить о всех остальных видах вооруженных сил, то там у нас практически везде, в целом, по армии, уровень современности выше 70%. И этот показатель продолжает увеличиваться. Увеличиваться за счет того, что наша промышленность стала, в общем, на достаточно надежной основательной рельсе. И все это шло за счет программного и планового подхода. Конечно, было огромное количество сложностей, трудностей, но никто не мог ответить, а что же делать-то? И тогда, конечно, вот эта программа и начала отвечать на первый вопрос. Появились деньги, каким образом сделать так, чтобы эти деньги тратились предельно рационально, рачительно и с максимальной эффективностью. И, конечно, тут многое надо было сделать, в том числе и людям разных профессий совершенно, для того, чтобы выстроить систему военной приемки. Военная приемка, кстати сказать, на тот момент была практически полностью ликвидирована, как орган, который должен контролировать качество оружия. Конечно, многое надо было сделать для того, чтобы установить контроль за финансами. И тогда была создана система контроля, которая позволяет сегодня очень жестко контролировать выполнение государственного оборонного заказа, очень жестко контролировать финансовые средства. Сегодня наша система, которая работает в части финансового контроля, позволяет контролировать до третьего уровня кооперации. То есть есть головное предприятие, конструкторское бюро, которое занимается разработкой техники, а дальше идут те, кто комплектует. Если есть желание, можно и дальше пойти до пятого и шестого уровня кооперации, но я думаю, что до болтов доходить не следует. Я понимаю, что у каждого предприятия есть свои нужды, надо и жилье приобрести, и детский сад построить, и много чего, но это не должно быть за счет государственного оборонного заказа. Подходя к главному, эта система – одна из частей в целом системы управления обороны Российской Федерации. Собственно, началось все это с создания Национального центра управления обороны Российской Федерации. Это было создано и построено за 333 дня. Это то, что позволяет нам максимально эффективно управлять всеми ресурсами. И я считаю, что это самая современная система управления. Система управления, которая предполагает не только большие знания, но и концентрацию всего накопленного до этого опыта. А следовательно, должен быть очень большой массив информации, которая одномоментно, единовременно обрабатывается и позволяет вырабатывать единственное верное и правильное решение. Для этого, конечно, нужна супермашина, которая, как вы понимаете, здесь тоже есть. Конечно, нужен огромный объем программного продукта. И здесь появилась необходимость в наших молодых ребятах, программистах, которые были собраны, объединены. Было время, когда максимальное количество тех, кто работал на создание программного продукта для центра управления, а это основной инструмент при управлении, доходило до 2,5 тысяч программистов, которые писали и делали программы. Это позволяет нам сегодня предельно эффективно управлять всем хозяйством, потому что сам по себе центр состоит из таких крупных блоков. Это центр повседневного управления и центр боевого управления. Мы, конечно, можем сделать отдельную лекцию для общества знания по вообще системам управления вооруженных сил, которое, кстати сказать, должно быть, на наш взгляд, применено и в гражданской сфере в управлении субъектами Российской Федерации, когда сегодня созданы простые вещи, например, для сельского хозяйства, когда можно сделать спутниковые снимки по севу, а определить урожайность. Есть и другие спутниковые системы, которые в состоянии определить, какова урожайность все-таки. И на этом конкретном гектаре по всей стране, с учетом того, что это космос. Дальше там идет такая длинная цепочка, которая называется, что мы определили урожайность, а дальше есть необходимость у тех, кто занимается этим, занизить урожайность. Если раньше все старались приписать, то сегодня ее чуть занизить для того, чтобы меньше платить налогов, ну и там много чего. Это может быть применено вот для гражданской сферы. Или арофотосъемка, допустим, при помощи тепловизора, тепловых сетей больших городов и мегаполисов. Для того, чтобы понять качество тепловых сетей по завершении отопительного сезона, это то, что может быть взято из нашей военно-управленческой системы. Я когда спрашиваю некоторых губернаторов, вы знаете, сколько вы потребляете тепла и электроэнергии? Вы не назовете ни одного города, в котором вам, мэр города, скажет, сколько вы сегодня за день потребили электроэнергии, воды, тепла, газа. А вы назовете сходу. А я не просто сходу, я на каждый час вам могу назвать, сколько у нас вооруженные силы потребили всего. Это современная система управления. Когда мы поняли, что мы имеем во всех вооруженных силах на флотах всего 2,4% от необходимого количества приборов учета, и тогда стало понятно, что эту задачу надо решать, и решать достаточно энергично. И мы фактически за год установили все приборы учета. Прочти 120 тысяч приборов учета разные. Это газ, электричество, вода, тепловая энергия. Эффект не заставил себя долго ждать. Это 3,5 миллиарда экономий появилось тут же. Мы перестали относиться к, казалось бы, мелочам без должного внимания. Все мелочи учитываются. А это естественным образом влияет на качество службы. Ну, вы, наверное, видите, что у нас войска переодеты, рабуты, мы ушли от шинели, мы ушли от портянок, мы ушли от сапог и подворотничков. Душевая кабина – это тоже отдельная история, когда первый вопрос, который так ошарашивал сразу. Вы сколько раз ходите в душ? Он говорит, ну, минимум раз в сутки, там, или вечером, или утром, там, по-разному бывает. А бывает, естественно, утром, вечером, если там трудный день был. Тогда почему все остальные должны ходить в баню один раз в 7 дней? Какой был ответ? Трудно ответить на этот вопрос. Тогда мы поставили за полгода, по-моему, 14 900 душевых кабин во всех казармах, во всех гарнизонах. Дальше, дальше, больше. Приобрели, поставили во все казармы пылесосы. И сегодня уборка – это одна из технологических операций, которая необходима, в общем, как в любом доме. И это стало не какой-то унизительной процедурой, а совершенно естественной вещью для дежурных и для тех, кто работает у нас. Кстати сказать, там, по большей части, это все происходит по аутсорсингу. Но я вам привожу только простые примеры, которые лежат на поверхности. Потому что, задавая вопросы сами себе, простые, казалось бы, вопросы, житейские вопросы, начиная на них отвечать, начинаются поиски не просто новых элементов в управлении, а поиск вообще новых координатных систем целых в управленческой науке. Коли мы с вами говорим сегодня об обществе знаний, о сколько эффективно мы используем знания. И, конечно, мы у себя здесь, в Министерстве обороны, задали себе этот вопрос. Это тоже можно посчитать? Безусловно. Безусловно, когда вы берете и определяете количество призывников с высшим образованием. Их процент растет? Университетский. Ну, процент, само собой, растет, но другое дело, как мы их используем. А вот это интересно, кстати. Когда вы понимаете, что человека с неоконченным средним образованием мы используем так же, как человека с высшим университетским образованием, то становится понятным, что это крайне неэффективно. Мы для чего его призвали? Для того, чтобы обучить ползать по полигону и стрелять из автомата? Или мы все-таки хотим получить из него человека, который будет обслуживать сложную систему с учетом его высшего образования? Таким образом, появилась идея, и сегодня эта идея довольно хорошо прижилась в вооруженных силах, это создание научных рот. И мы создали сегодня уже 18 научных рот. И для того, чтобы попасть служить в научной роте, у нас конкурс 25 человек на место. Серьезнее, чем в любой самой престижной вуз стране получается? Причем не только в нашей стране. Да. И только в нашей стране. Вообще трудно найти ту службу, на которой будет такой конкурс. А тут срочная служба. И мы, конечно, ушли от этого, когда мы поняли, что это крайне востребовано. Скажу, может быть, такую крамольную вещь. Во многом, во многом мы увидели это, когда пришло понимание, что этих людей надо использовать максимально. Ну, в данном случае я бы не хотел, конечно, сравнивать это все, но подход примерно такой же. То есть максимально эффективное использование тех знаний, того, которые эти ребята приобрели. И сегодня это десятки изобретений с патентами, причем изобретений внедренных. Это огромное количество программного продукта, которые делают эти научные уроки, которые используются, естественно, у нас в направлении и в тактического взгляда, и на других направлениях. И, конечно, здесь мы должны говорить не только о тех, кого мы призываем из университетов, но и тех, кого мы учим у себя внутри. И здесь, конечно, нужна, не буду говорить новая, современная, но эффективная система образования, которую надо выстраивать по-новому, не разрушая старое. Конечно, нужна оптимизация, нужны новые подходы к управлению. В чем они заключаются? У нас есть возможности не только декларировать и определять узкие места, но и расшивать их. То есть у нас все в наших руках. Если за забором вооруженных сил говорят и много обсуждают, вот семь учебников истории, для чего они нужны в системе образования, у нас мы взяли, провели конкурс, выбрали учебник истории. У нас один учебник истории. Мы, в общем, на этой теме не спорим. У нас понятный, ясный учебник истории, потому что здесь надо преподавать то, что действительно говорит об истории нашей страны, а не разного рода домыслов и фантазий, которыми обросла историческая наука. Дальше, конечно, пошло все, что связано с созданием электронных библиотек, единая электронная библиотека, библиотечный фонд всех вооруженных сил в учебных заведениях. И мы этому огромное внимание уделили, приобрели большой объем оборудования для цифровки. А с учетом того, что у нас есть открытая часть, есть закрытая часть, ее надо, конечно, каким-то образом сделать. С одной стороны, доступной к тому, кому она должна быть доступна, а с другой стороны, чтобы это все было оперативно. Сейчас мы находимся на стадии ухода от этих больших портфелев с учебниками и тетрадками. Занимаемся тем, чтобы у нас у всех курсантов и слушателей был ноутбук, чтобы он мог с любой точки войти в сеть. Во многих учебных заведениях это уже сделано. Конечно, есть сложности, конечно, есть трудности, но все это преодолимо и все это решаемо. Дальше у нас идет, естественно, дистанционное преподавание. Дальше мы идем, привлечение лучших специалистов по преподаванию. Мы, естественно, смотрим за внешним периметром и видим лучших экспертов. Этих лучших экспертов мы привлекаем для прочтения лекций в наших высших учебных заведениях. У нас начали читать лекции, преподавать конструктора самого современного оружия. И здесь у нас возникла следующая мысль, следующий вопрос. Вообще вся жизнь состоит из ответов на, казалось бы, вопросы, которые лежат на поверхности. Почему мы в состоянии на военной кафедре подготовить за два года военной кафедры и полтора месяца полевых сборов офицера? И не в состоянии за то же время подготовить рядового или сержанта, который бы мог обслуживать и работать на современной технике и встать в мобилизационный резерв. Когда мы посмотрели, действительно, а почему? Человек учится в институте. После этого он должен на год оторваться от профессии и уйти служить, не по профессии. И после этого, собственно, вернуться, может быть, утратив те возможности, которые у него были изначально по окончании высшего учебного заведения. Таким образом, наш президент в одном из своих посланий дал поручение нам. Это поручение было отработано. И сегодня мы имеем 60 тысяч в 109 высших учебных заведениях, в центрах военной подготовки. 60 тысяч – те, кто проходит службу без отрыва от учебы. Главное, мы за это время подтягиваем и выбираем тех специалистов, которые в дальнейшем могут пойти на контрактную службу и служить, не знаю, на Искандерах, на С-300, С-400, на сложных системах. Конечно, таких очень много ребят, которые, обретя эту профессию, имеют возможность пойти служить на контракт. Увидев это и поняв, что это достаточно важная составляющая для военно-промышленного комплекса, когда можно пройти службу и дальше работать в ИПК в нашем. Мы поэтому сделали и научно-производственные уже теперь роты, и они у нас есть. Я надеюсь, что этот наш опыт, он будет распространяться, потому что мы бы хотели, чтобы создание мобилизационного резерва как такового, оно приобрело новое качество. То есть это не просто те, как в советское время их называли, партизаны, которые, так сказать, сняли с комбайна и сказали завтра, вот тебе танк, давай будем, так сказать, воевать. А чтобы этот резерв был хорошо подготовлен, обучен, чтобы мы его отмобилизовали осознанно, не как живую силу. Знаете, как вот есть живая силу, вот нам надо сформировать полк там сухопутных войск. Нет, это тот резерв, который... Состоит из профессионалов уже. Да, да, готовый и состоит из профессиональных людей, профессионально подготовленных. И здесь я перехожу к следующему. Это, конечно, проверка всего того, что было наработано нашим промышленным комплексом за это время, военной наукой. Где можно еще проверить оружие? На войне. Как бы мы ни хотели, там, госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания. Это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку. И тут, конечно, мы не можем обойти Сирию. Что нам дала Сирия? Я понимаю, что в таком простом обывательском ухе это застревает то, что ему туда посылают каждый день и по многу раз. Зачем нам эта война, к чему мы там? Ну, я попробую вытащить, берушу это, вытащить такую, так сказать, что там произошло. У нас были моменты, когда у нас на базе ХМИМИМ были конструктора и специалисты из 76 предприятий КБ разных. Мы специально сделали построили цех. И сегодня там есть оборудование, которое отработали больше 300 видов оружия разного. Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко, может быть, называю, но то оружие, которое, а, принято на вооружение, прошло госиспытание, но таковым, по сути своей, не является. Я имею в виду оружие. Это и связь, это и радиоэлектронные борьбы, разведки, это и ударные комплексы разные. И, конечно, мы почти полтора десятка просто снялись с вооружения вообще и перестали производить. Здесь я должен сказать слова благодарности нашей науке, которая очень оперативно включилась в это во все. И она, собственно, довела все то, что у нас сегодня на вооружении, до верхней планки. И сегодня наша армия является армией хорошо обученной, хорошо оснащенной. И она сегодня является одной из лучших армий мира. Сергей Кожугеевич, мы вот сейчас как раз говорили, что мы живем в мире, в котором очень быстро, ежедневно, ежеминутно все меняется, появляются новые цели, новые вызовы, новые внешние и внутренние. А что значит быть военным сегодня? Ну, знаете, быть военным сегодня – это очень престижно. У нас верховный главнокомандующий, он принимал решение, которое, казалось, на тот момент были трудновыполнимыми, но он принял решение, что денежное удовольствие наших офицеров должно быть выше, чем в ведущих отраслях промышленности. И это действительно сегодня соблюдается. Сделали все, чтобы служба в вооруженных силах была действительно службой Родины, а не службой на выживание. Много еще надо сделать, но у наших военнослужащих гарантированное получение жилья. Мы как таковую жилищную проблему просто сняли, ее нет. Мы ушли от этой, знаете, сложной была такая конструкции, когда надо было жилье построить, потом это жилье должно было устроить того, кто уволился из армии, и он вынужденно продолжал служить. Исходя из этого, было предложено и принято нашим президентом и правительством решение о том, что мы выдаем денежную компенсацию, которая рассчитывается из выслуги лет. Если он хорошо служил, если он служил 25 лет, если у него там трое детей, то он вполне получает сумму достаточную для того, чтобы приобрести квартиру, где хочет. То есть эту проблему мы сняли, в целом я не говорю про какие-то отдельные примеры, она также снята. Медицинское обеспечение. У нас, как вы понимаете, бесплатная медицина вооруженных сил. Здесь мы делаем многое, строим много госпиталей. Конечно, мы занимаемся, кстати, Центр повседневного управления, занимаемся ежесуточным контролем за устройством детей военнослужащих в детские дошкольные учреждения. То есть это тоже под контролем? Это тоже под контролем. И я могу сегодня поднять трубку, и вы можете поднять. И вам ответят, сколько у нас сегодня детей, в каких регионах, в каких гарнизонах должно быть устроено. То же самое касается трудоустройства жен наших офицеров. Это тоже под контролем. И тоже статистика есть определенная. Это тоже не статистика. Это постоянная, каждодневная работа. Нам есть чем похвастаться, что называется. И, конечно, мы создаем многое и многое для того, чтобы в самых дальних гарнизонах у нас были возможности и заниматься спортом. Мы строим катки, бассейны, мы строим спортивные сооружения. Нам очень хочется, чтобы наши офицеры, их семьи и вообще-таки все, кто служит и работает в вооруженных силах, не ощущали себя какими-то изгоями. Поэтому, конечно, мы создан второй уже теперь пансион-воспитанниц для девочек. Кто-то оценивает это как институт благородных деятелей или еще что-то. Знаете, мы очень хотели бы, чтобы дети наших офицеров, в данном случае дочери, имели возможность получить образование у лучших преподавателей, чтобы они стали действительно настоящими леди. И мы создаем те возможности, которых нет в наших отдаленных гарнизонах. Таких возможностей нет не в каждой, даже в московской школе далеко, мне кажется. Ну, я не буду сравниваться с московскими школами. Уровень образования, условия, в которых девочки находятся, я, честно говоря, смотрю и завидую. Нам, слава богу, это удалось. То есть сейчас появился в Питере пансион-воспитанниц, где, я считаю, растут очень-очень достойные настоящие леди. Сергей Кирилл Георгиевич, возвращаясь к теме общества знания. Вот вы рассказали про подготовку в военных вузах. Помню, как-то я учился в вузе, учимся пять лет, а потом приходишь на производство, идешь работать по специальности, тебе говорят, забудь все, что тебе говорили, у нас будет по-другому. И вот мы сейчас были, например, в Академии РВСН, комплекс «Авангард». Он еще в армию только-только поступает. Там уже курсанты, слушатели, вовсю с ним работают. Какие новые образцы вооружения, техники появятся в ближайшее время в вооруженных силах или сейчас разрабатывают что-то из области фантастики? Разрабатывается очень много, многое уже видно. Это лазерное оружие, это раньше, вы помните, это была фантастика. И 20 лет назад лазерными мечами в фантастических фильмах, там кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, это комплексы пересвет, которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, с другой стороны, они не прекратили свое движение в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности, науки, гиперзвук. Сегодня Россия, вооруженные силы, имеет оружие, которое не имеет, собственно, ни одна страна. Это гиперзвуковое оружие. Сегодня авангарды заступили на боевое дежурство. Продолжается поступление. Ракеты «Церков» морского базирования, тоже гиперзвуковые ракеты. Они, конечно, являются тоже новым словом. И тут даже новое не гиперзвук. Гиперзвук, оно такое, вообще, принято. Для того, чтобы достичь гиперзвука, надо было сделать очень-очень многое. Трудно себе представить, что 20 лет назад были материалы, которые позволяли выходить на гиперзвук, преодолеть температуры и не потерять управление при таких температурах. Да, потому что баллистические ракеты – это тоже гиперзвук, только она баллистика. А здесь гиперзвук управляемый. Да. Дальше пришел сейчас искусственный интеллект. Появились уже не просто экспериментальные образцы. Это началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которые можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать. Мне понравилась ваша формулировка. Началось серийное производство боевых роботов. Не то, что разрабатывается первое образцы. Конечно. Именно серийное производство. Но для этого надо было пройти путь. И самое главное, что на этом все не останавливается. Продолжается движение. Я не могу обойти то, что называется «оружие завтрашнего дня», что ли. И здесь тоже идет достаточно большая работа. И тут, пожалуй, хочется какие-то вещи, которые так у нас идут параллельно с обществом знания. Но везде без знаний не придешься. Мы очень хотели бы, чтобы с общества знания как такового у него одна из основных задач была все-таки использование военной науки, разработок военных, разработок оружия, применение их для гражданского сектора, для мирной жизни. И чтобы лозунг, который мы видели в советское время, «перековьем мечи на орала», вот все-таки, чтобы… Перековали. Перековали. В нашей сегодняшней жизни совсем перековывать не надо. У нас есть то, что может быть применимо в гражданской сфере. Мы говорили с вами про материаловедение. А тут, конечно, конструктора и конструкторские бюро продвинулись очень-очень далеко.